Старое градское кладбище Севастополя уже полвека закрыто, однако безлюдным его не назовешь. По воскресеньям прихожане собираются на службу в церковь всех святых, в божий день покидают свое убежище и постоянные обитатели города мертвых. Бездомные и безработные севастопольцы нашли здесь последний приют еще при жизни. Впервые молчаливых обитателей склепов потеснили еще во время немецкой оккупации. Анатолий родился на этом кладбище в 43-м году. Вся его жизнь была Одиссеей по тюрьмам разных городов. Вернувшись в родной склеп, он опасается, что не дотянет до весны. Тут тяжело на кладбище выжить. Тут везде бетон, везде склепы, они в бетонах, а бетоны с моей болезнью там не протянешь. Саша напротив из новеньких. На кладбище он поселился после раздела Черноморского флота, результатом которого стало масштабное сокращение личного состава. Я мичман Черноморского флота. Я очень хорошо отслужил. Мне до пенсии остаются пять лет. Сокращение произошло, я ушел. Мне некуда податься. Обитатели Некрополя охотно провели для нас экскурсию в загробный мир. Соседство с мертвыми их ничуть не смущает, а вот живые доставляют немало хлопот. Крымская милиция считает, что проблему нищеды легко решить, если вывести всех нищих за пределы полуострова. Здесь жить нельзя, потому что милиция нас достает. Вы воруете, а мы, как говорится, со свалки питаемся, с контейнеров. И что люди дают? Забирают людей, которые еле ходят даже на костылях. Это вывозят за пределы Крыма, Херсонскую область, выбрасывают через 2-3 километра по 7, по 6 человек, по 3. И люди добираются своим ходом. Холодно, степь, вы сами знаете, что такое Херсонская. Это степь. Другой бич обитателей склепов – малолетние хулиганы. В перерыве между разорением могил они любят погонять инвалидов. Они закидали это все камнями, не посчитав то, что здесь находится человек. А когда его вывезли, наши добростые полны, полицаи, они сожгли здесь все. Вот почему, знаете, надо с ней топать. Здесь у нас шкаф, стояла полка с посудой, стояла топчан, ванпа стояла. Здесь больше ничего нет. Живое население кладбища – около 60 человек. Половина из них – взрослые, работоспособные мужчины. Мне 35 лет. Дайте мне работу. Вот руки. Дайте работу. Работы нету. Жители кладбища прямо в склепах готовят еду, отмечают церковные праздники и даже рожают детей. Поэтому переход в мир иной кажется им сущей формальностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова